друзья всем привет с вами александр вы на канале world house pro в сегодняшнем выпуске я хочу поговорить о том что нас ждет на строительном рынке в ближайшее время сразу отмечу что эта информация ни в коем случае не должна восприниматься как на сто процентов таковая то есть я могу во многом ошибаться но в целом да какая-то тенденция происходящих всех событий она понятна да то есть и понятно что будет происходить на строительном рынке поэтому хочу сегодня поделиться с вами своими домыслами поговорить о том что нужно ли строить начинать не нужно строить начинать отложить этот процесс либо все-таки ввязываться в стройку на сегодняшний день ни в коем случае я не буду говорить о политике потому что наш канал о строительстве о проектировании и я буду говорить о сложившейся ситуации конкретно в разрезе загородного проектирования и о том что скорее всего нас ждет то есть это какие-то наши домыслы наше наблюдение будет оно так или не будет покажет время но наверное для кого-то может быть эта информация будет полезна так что начинаем итак друзья самые первые самое важное чтобы хотелось донести это то что на сегодняшний день конечно очень сильно поползли цены вверх то есть на какие-то позиции они еще пока держатся но скорее всего вырастут на какие-то там товары они уже начали подниматься и скорее всего что цены будут расти и расти и расти и особенно когда начнется самый разгар сезона там это какой-нибудь май там и лето цены ценники будут уже гораздо больше чем сейчас и потому что чтобы не потерять ваши деньги то есть нет смысла сейчас сидеть и чего-то ждать то есть если вы уже собрались строить то самое удачное время это начинать строить сегодня ну условно конечно я говорю сегодня завтра там через неделю то есть откладывать нету смысла но на самом деле даже не только в сложившейся в сегодняшней ситуации но это было всегда потому что у нас всегда до меняются цены в большую сторону они никогда не идут вниз то есть какая-то тенденция может быть там до что чуть подорожала чуть подешевела но в целом все равно цена идет всегда в гору на все стройматериалы то же самое и в общем-то на работе из года в год стоимость на работе тоже потихонечку поднимается поэтому самое удачное время чтобы строить дом это сегодня нет смысла откладывать если вы отложите это там на следующий год то так оно все у вас и будет откладываться если вы уже решились вы если вы задумались о том что вы собираетесь строить дом то на сегодняшний день это наверное одно из самых лучших вложений потому что вкладываться в квартиры смысла особого нету ну если у вас уже есть квартира вы живете квартире вы собираетесь строить дом то вкладываться в квартиру уже готовую я не вижу особого смысла в этом ничего не заработаете и ну да может быть как сохраните деньги вкладываться на в квартир именно в строящихся домах да в застройщиком то есть тоже немножко рискованно потому что непонятно как повернется ситуация и не обанкротится ли тот или иной застройщик и не останетесь ли вы вообще без денег то есть поэтому как бы если вы уже решили строить дом то нет смысла это откладывать начинайте это делать сейчас закупайте материалы ищите компании строителей кто вам будет строить и стройте вот это вот самое главное теперь продолжим какие есть еще моменты и последствия сейчас будет достаточно сложно с материалами то есть мы непосредственно уже с этим столкнулись то есть материалы которые вроде бы всегда были там тот же блок газобетон керамический блок сейчас с этим проблемы то есть неважно да то есть если это какие-то более-менее большие крупные производства то все они пока что заморозили прием заказов и поставки и видимо ждут тоже до каких-то какого-то понимания в ситуации как она вообще повернется поэтому если есть варианты в вашем регионе конкретно опять же да общаюсь общаемся мы с людьми с разных абсолютно регионов консультируем людей с разных регионов помогаем им проектировать реализовывать дома и поэтому то есть каких-то регионах проблем пока нету но не факт что они не появятся позже да то есть поставки материалы и так как сейчас какие-то крупные игроки да могут уйти с рынка по строительным материалам по производству там того же газосиликата там керамического блока керамзитобетонного блока там полистирол бетонных блоков и так далее появится очень много каких-то гаражных производств где будет материал сомнительного качества возможно с одной стороны и хорошо да что у нас будут появляться еще какие-то производства и просто на сегодняшний день спрос он в разы превышает предложение да то есть многие кто уже понял что нет смысла откладывать и хотят начинать строить не сталкиваются с тем что каких-то определенных материалов нет поэтому если в вашем регионе материал еще есть лучше покупайте их по ценам которые дают вам сегодня потому что эта цена однозначно завтра вырастет поэтому здесь очень нужно еще относиться с опаской именно каким-то да производством которые только-только появились у них может быть не очень хорошего качества материалы там неважно кровельные материалы фасадные материалы то есть сейчас будет очень много до там людей которые будут начинать производить скорее всего какие-то материалы которых не хватает и их качество может быть достаточно низкая поэтому стоит очень серьезно к этому отнестись то есть проверить насколько производство качественное то есть насколько сырье качестве то есть запросить какие-то документацию технические условия на материалы и так далее, но и помимо этого, еще скорее всего, что сейчас возрастет волна мошенничества в плане именно продажи каких-то материалов, потому что будут спекулировать, ну не спекулировать, неправильно я подобрал фразу, то есть будут просто играть на том, что стройматериалы повышаются и мошенники 100% будут сейчас залезать во все щели и пытаться вам продать какие-то материалы дешевле, то есть у нас есть на канале выпуск про арматуру и бетон, как на них обманывают, ссылочку оставлю в описании, можете посмотреть, он в принципе актуален в любое время, но на сегодня мошенников будет еще больше, которые будут пытаться как-то играть на этом и предлагать материалы дешевле, чем они есть на рынке и многие будут на это вестись и соответственно попадать на деньги, так что к этому нужно относиться точно очень осторожно. Ну и в общем-то подытожив всю эту информацию, хотя я не скажу, что да, эта информация какая-то там очень полезная, какая-то прям супер нужная, без которых там невозможно было жить, но просто хотелось сказать свое мнение на этот счет, какие-то свои опасения, предположения, по итогу строительство конечно станет определенной степени дороже, там значительно-незначительно, будет понятно чуть позже, но оно 100% станет дороже и по стоимости работ и по стоимости материалов, уровень жизни, да, и зарплат в ближайшее время, ну вряд ли станет выше, поэтому к этому нужно быть готовым и на сегодняшний день, если вы уже это запланировали, конечно не откладывать однозначно, то есть вы вот один. Смысла откладывать, стройку никакого нету, если рассчитывали, если есть на это бюджеты, то начинайте, да, то есть возможно вы не построите дом там за год под ключ, там хотя бы начните, сделайте фундамент, сделайте коробку, сделайте кровлю там, если есть возможность начните делать отделку, то есть все зависит конечно от ваших финансовых там возможностей, но тем не менее рынок в любом случае стабилизируется, наладится, появятся какие-то новые поставщики, будут какие-то новые каналы транспортировки материалов и думаю, что за границей материал все равно поедет через какое-то время, но даже если не поедет, то будут какие-то альтернативы у нас в России. В этом году однозначно строить будет сложнее, дольше, но по итогу все равно я считаю, что вся эта ситуация должна нормализоваться и мы должны прийти к обычному ритму жизни, к обычным режимам строительства, но скорее всего, что да, они уже не будут прежними, это нужно понимать. В общем-то все, что хотелось сказать, на сегодня это все, с вами был Александр, команда World Health Pro, всем пока!